Если у вашей орхидеи внезапно стала желтеть шейка от основания, не расстраивайтесь, попробуйте мой полив. Добавьте перекись водорода йод в подкисленную воду и посмотрите, мало того, что прекратится пожелтение, еще и корни появятся. Вот убедитесь в этом сами, орхидея прекращает пожелтение, потому что перекись водорода с йодом оказывает антисептическое обеззараживающее воздействие на очаг поражения. Обратите внимание, вся эта шейка уже усыпана корнями. Лист, который сейчас желтеет у меня, достаточно показывает и вызывает все признаки нормального естественного процесса, потому что желтеет он полностью вот до такого состояния. И начиналось все от кончика. Только что специально для вас удалила тот старый желтый лист для того, чтобы корни открылись полностью и можно было их рассмотреть повнимательнее. Теперь корни начинают расти и развиваться очень быстро, заново, и орхидея восстанавливается на глазах. Тем более она еще цветет и выпустила новое ответвление. Вот как разбудила почку эта орхидея на старом цветоносе. Поэтому не спешите удалять уже отцвевшие цветоносы. Есть шанс и вероятность того, что орхидея заново зацветет. Тем более после такого полива. Корни внутри корчка тоже отреагировали и стали просыпаться. Как и сверху, собственно говоря, в прошлом видео я вам показывала, как достаточно интересно просыпаются кончики старых закукленных корней. Посмотрите, как уже вырос. Сегодня тот корень, который в прошлый раз был практически такого состояния размера, как вот второй. Теперь орхидея продолжает все корни активировать. Кстати, совсем забыла обратить ваше внимание, если в прошлый раз я показывала вот те корешки, которые сейчас достаточно уже подросли, то сегодня у меня есть чем вас удивить, ведь сверху, присмотритесь, появляется, лезет очередной корень, который на момент прошлой съемки еще не было, ну или по крайней мере заметно для глаз. Сейчас же ситуация такова, что корни настолько хорошо разрастаются, что теперь вот эта кочерыжка, то, о чем я и говорила, если ваша орхидея когда-то желтила лист, то обязательно такую орхидею не оставляйте без вашего внимания. То есть периодически проливайте, ну я опрыскиваю по листу перекисью с йодом в подкисленной воде. Можно добавлять борную кислоту с йодом в подкисленную воду, а также чередовать с йодом нашатырным спиртом в подкисленной воде. То есть все эти вариации хороши тем, что работают еще как лечебный препарат, помимо подкормок. Поэтому корни ваших орхидеи всегда будут здоровы и орхидеи долечны до конца реанимации. Пробуйте так поливать и пускай корни на ваших орхидеи также просыпаются и активно растут изо дня в день. Такие препараты доступны всем и каждому, стоят недорого, а хватит надолго. Продолжение следует...